Колокольчики Под венечным белым платьем Лёг туман на край степной Дальний путь, как лента, вьётся Меж погостов и церквей Мимо пашин и колодцев Вдоль породии не моей Посох в руки, пояс тужи Положила мать в суму Много ли нам в жизни нужно Вечно ли жить нам в терему Так оставим тесный терем Нас зовёт степная оширь Русь шагами мы измерим Посох верный поводырь В каждой церкви придорожной И в часовенке святой Отрекаясь жизни ложной Мы помолимся с тобой Только где эти часовни И только где эта земля Где ворусские просторы Где ты, Родина моя Ты ушла от нас в иконы За оклады и киоты В избах в красные углы В потаённые скиты Колокольчики доели Синоваты до поля Сохранить мы не сумели Ты прости нас, мать-земля Ну а всё же я не брошу Суковатый посох мой В зимнюю льду порожу С перемётной сумой В храм приду Давно закрытый И на паперце Разбитый Положу земной поклон Затеплю Лампады огня Снег с угромы До метели Белолитие поля Звуки грустных свирели Здравствуй, Родина моя Дорогие братья и сестры Сегодня 16 сентября 2008 года Я нахожусь в Москве В квартире, дома У родителей Известного русского Православного поэта Русского православного Человека Инока Вселудофилипьева Мы вот так сложилось Последние 10 лет Вот больше 10 лет Когда мы его знаем Просто как вот Чадо Русской зарубежной церкви Которую большую часть Своего времени Проводил В Соединённых Штатах Америки В Жордан-Вилле В других городах Соединённых Штатов Америки И вот сейчас Мы находимся в Москве В доме его родителей И У нас есть такая редкая Возможность Счастливая возможность Побеседовать с ним Подробно О его жизненном Духовном пути Отец Силот Добрый вечер Добрый вечер Отец Силот Будьте добры Пожалуйста Вот расскажите Вот сейчас вы уже Достаточно известный человек В православном мире И не только в русской Православной церкви Московской патриархаты Но и в зарубежной церкви И мы вас все знаем уже Как вот и преподавателя Семинария в Жордан-Вилле И в общем-то Уже такой духовно Опытно зрелого человека А с чего начинался Ваш этот путь Вообще в православной церкви Вообще Когда вы были крещены Где крещены При каких обстоятельствах Вот этот путь Богоискательства Как он у вас протекал Поскольку По Тертулиану Каждая душа христианка То я думаю Продолжает Отец Силот Что путь искания Бога Для любой души Начинается не с искания Именно православия А начинается он просто С искания ответов О целесообразности И смысле Собственного пребывания В этом мире И на этой земле И конечно Я думаю Что наш русский народ Как никакой другой народ На земле К таким вопросам Особо расположен Интересно сравнить Русского человека С человеком другой национальности Замечает Иннок Всеволод Скажем Индусы Тоже Такие философы Не отмирные Но русский человек Обладает еще и энергией И на этом пути Духовного поиска Он не уходит от мира А здесь Оставаясь в миру Пытается найти ответы Или построить новый мир Или Разрушить старый Все эти вехи В истории нашего народа И каждого человека Мы видели Многократно В этом смысле Я думаю Что я не являюсь Исключением И Люди В советское время Молодежь Отчасти Пришла к перестройке С некоторым Тупиковым Таким сознанием Безнадежным А с другой стороны Все таки В нас закладывали Такие вот Понятия Как мысли о державе Как Вообще Любовь к родине И Ответственность За свой народ И вот этот вот Странный такой синтез В Молодежи того времени Может быть И Бурно Вылился После Перестройки В различные искания Метания В поиске ответов Чуть ли не в других галактиках В других религиях Но по крайней мере Всех интересовал Вопрос Вечный Многих интересовали Конечно Такие искания Они Не всегда гладко проходят И бывают Примеры Когда человек Становится жертвой Собственных Таких исканий Потому что Здесь мы соприкасаемся С духовной областью И здесь Конечно Могут быть Самые разные Страшные случаи Я один приведу На память Он пришел Вот сейчас всплыл Я знал музыканта Который Занимался Прочитав где-то Иисусовой молитве Решил Совмещать Занятие Иисусовой молитвой С сочинением Современной музыки Это современная Светская такая музыка Авангардная Несколько Вот Ну Восприняв Иисусову молитву Как такую Сильную какую-то Практику Духовную Он решил Это объединить И в итоге Он стал этим заниматься Он стал Говоря языком Православным Бесноватым Стал подвержен Бесовским воздействиям Интересно Интересно Хотя и печально Что бес Ему являлся Под именем Надежды Константиновны Крупской Говорит отец Всеволод Понятно Что это был Не дух Крупской А бес Крупской В кавычках Ему являлась Садилась перед ним Нога на ногу Сигареты в зубах И издевалась Над этим несчастным Человеком Различным образом В итоге Начиналось Настоящее Беснование Он выполнял Все Он не мог Не выполнять Приказы Этого беса А произошло Это Как он сам Потом рассказывал Из-за того Что он стал Творя Иисусову Молитву Пытаться Сочинять Такие Авангардные Вещи Иноксилот Возвращаясь Ко мне Я родился В 1969 Год Год этот Непростой Люди Рожденные В эти годы Приняли на себя Основной удар Перестройки И были они Еще не до конца Сформировавшимися Но в то же время Вполне выходящие В самостоятельную жизнь Не случайно В известном Культовом виде Сериале Бригада Все его герои Родились в 1969 Или В 1968 Годах Конечно Сейчас Когда Оглядываешься На своих Тех С кем Дружил В юности И в школе Был И позже Вместе Начинал Жизненный путь Иных уж Те нет А те далече Трудно Сложились Судьбы Кто-то Сломался Погиб Кто-то Попал В места Станет Отдаленный Кто-то Уехал За границу В общем-то Сильно Разметало Конечно Наше поколение Кто-то Пришел К Богу Из тех Кто пришли К Богу Тоже Не у всех Так все Просто Складывается Потому что Пути Тоже Самые Разные И Мы Я считаю Все находимся В условиях Такого Вот Небывалого Продолжающегося Эксперимента Мы не знаем К чему Каждый из нас Придет Мы это наблюдаем Это бывает И интересно Наблюдать И бывает Драматично Наблюдать Потому что Такие невероятные Повороты Судеб Человеческих И собственной Судьбы Что Можно увидеть Только Предсказать Невозможно Увидеть Только Можно Как это Вот Все Разворачивается В проекции И Что с нами Происходит Я К сожалению Или Может быть К счастью Но Я Считаю Что Будучи Иноком Я Не готов Полностью Подробно Так сказать Пока еще Может быть Вывернуть Душу свою Наизнанку И рассказать О всех Уголках И перипетиях Моего пути Личного Но могу Сказать Что В плане Богоискательства Духовных Поисков Я наверное Прошел Изучая Все основные Религиозные Философии И религии Бывал И В Бурятии В Волгинском Дацане Беседовал С ламами Потому что Хотелось Ответить Найти На вечные Вопросы Ну В Волгинском Дацане Один из лам Мне сказал Что Буддизм Это не Религия Это скорее Философия Мне Хотелось Религию Как связи Человеческой Души С Богом И Все остальные Основные Конечно Религиозные Философии И Различные И Около Религиозные Учения Как и большинство Моих современников Я с ними ознакомился Ну В конце концов Сердце Не успокаивалось Сердце Успокоилось И В этом Ничего странного Нет Именно В православном Храме Потому что У нас На Святой Руси Куда ни Глянь И культура И история И литература Так или иначе Даже в безбожное Время Сколько советская Власть не Асфальтировала Это Везде Ростки Православия У нас Ведь у всех Прорастали Так или иначе Андрей Рублев И иконы И храм Сдательства Поэтому Видимо Подспудно Это Зрело Во мне А также Конечно Наши бабушки Наши Молчаливые Скромные Бабушки У меня вот Две таких бабушки Было Которые Молились за нас И сами молились Я не хочу сказать Что они Были Может быть Глубоко религиозные Но они были верующие И в советское время У нас Вот Дом Даже был Такой Семейное Такое Небольшое чудо До сих пор Не имеющее Объяснений Бабушка Вдруг Неожиданно Нашла Старинную Икону В бельевом Шкафу В котором Она Многократно Смотрела Была Там Это небольшой Такой медальон Старинная Икона Относительно Старин 19 века Но Никто из нас Не мог Мы все Друг друга Спрашивали Никто не Подшутил Не подложил Она У нее были Свои иконочки Убраны Она прекрасно Знала Вдруг Она Обнаруживает Правда Шкаф Белевой Старин Старый Довольно Был Вот И может Быть Это Но Чтобы Сохранилась Там Эта Икона Вот Так На протяжении Многих Лет От тех Родственников От Кого достался Этот шкаф Предположить Трудно И Вот Я Расценил Это Как Это Тоже На Грани Перестройки Произошло Событие Я Эту Иконочку Храню И Верю В то Что Это Может Было Такой Знак Может Как Вот Семь Отраков Ефесских Они Спали В пещере Потом Они Вышли Когда Гонения Кончились Может Так Эта Икона Явилась Может Она Там И была Ну Одним Словом Чудесные Такие События И я Думаю Что Чудесные События Они Были В жизни Каждого Человека Ну И в моей Тоже Как Брат Иосиф Хранитель Иверской Монреальской Иконы Говорил Что Чудеса Происходят В нашей Жизни К чуду Привыкнуть Нельзя Но Их Нужно Уметь Замечать В повседневности Мы Встречаемся Просто Каждый День С маленьким Чудом Знаком Божиим И прочее Не нужно Конечно Впадать В экзальтацию В какую-то Определенную Но Духовное Такое Зрение Себе Воспитывать Нужно И конечно Такие События Происходили И в моей Жизни Говоря Общими Словами Можно Сказать Что Некоторые События Явно Показывали Мне Продолжает Отец Всеволод Что Есть Нечто Высшее Мудрое Сильное Которое Дает Смысл И лично Моей Жизни Когда Ты Например Доходишь До определенной Границы До рубежа Стоишь На краю Пропасти И должен Туда упасть И вдруг Тебя Что-то Останавливает Но Тем не менее К церкви К храму У меня Отношение Вначале Было Опасливое Настороженное Храм Мне Казалось Тогда Чем-то Страшным К счастью В то время В Переделкино На даче Патриарха Я познакомился С некоторыми Верующими Людьми Всей глубины Православия Мы тогда Не ощущали Для нас Тогда Приход В церковь Являлся Неким Противовесом Тогдашней Официальной Диалоги Коммунистической И тем не менее Через тех Людей Я познакомился Со священниками И принял Святое Крещение Это не был Тогда мой Глубоко Осознанный Личный Шаг Но в момент Принятия Крещения А мне было Тогда 16 лет Этот неосознанный Шаг Наполнился Содержанием Я почувствовал Пережил В своем сердце И в своей душе Такие ощущения Которые не дадут Никакие книги И никакие Философские Трактаты А только Личные чувства Переживания Ощущение Такого благого дара Благодати Которая является Ответом Что этот шаг Этот путь Был правильный Это ощущение Со мной жило Три дня Я ходил Все в виде В каком-то Светлом сиянии Сиянии тех свечей Которые были При крещении Потом Жизнь закрутила Но память Об этом свете В момент крещения Осталась Осталась Несмотря на то Что мои Религиозные И философские Поиски Какое-то время Еще продолжались Поэтому я думаю Что те дети Которые сейчас Растут в православных Семьях Или они до революции В таких семьях Были Или на западе В семьях Иммигрантов Вырастают Такие дети То зерно 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 Светлое Когда он Когда он Немножко Отходит От церкви А дальше Он должен Уже без родителей Сам Прийти к Богу Это светлое зерно Память о том свете Которую он чувствовал В храме От святых тайн От общения С Богом Оно Возревает Мы к сожалению Были этого лишены И прийти к вере Нам поэтому Было немножко Труднее Но как говорит Отец Серафим Роуз Новообращенные И дети Наделены зато От Бога Такой ревностью Что сразу Могут пройти Путь Который человек Родившийся В традиционно Православной Семье Проходит годы Они же Могут пройти Его быстро Но только им Новообращенным Не хватает Порой последовательности Выдержки Того что есть У тех Кто вырос В традиционно Православной Семье Даже в таких Простейших вещах Как в храме Стоять Как на молитве Это ж На все нужно Терпение Выдержка Постоянство Умение прожить Православную жизнь И за дня в день Как вот тот же Отец Серафим Роуз Говорил Не просто На каком-то Всплеске эмоций На волевом усилии Но самый главный Подвиг Это православно Прожить жизнь И за дня в день Храм В который я попал И в котором Высорковлялся Был храм Преображения Господня В Москве В Тушино Государство его Тогда только-только Вернуло Православной церкви И в этом храме Я встретился С легендарным Батюшкой Отцом Феодором Соколовым О нем недавно Вышла книга Дар любви И я благодарю Бога И издателей За то, что Они включили В эту книгу И мои воспоминания Об отце Феодоре Отец Феодор Сразу шли В монастыри Или воздвигали Храмы Получали Так сказать Ящик Когора И мешок Просфорок И разрушенный Храм И вот Воздвигали Эти храмы Конечно Это был Подвиг Конечно Ни о каких Черных Мерседесах Шикарной Жизни И отдыхе За границей Не было Тогда и Речи Для этих Священников Все это Началось Позже А тогда Было Героическое Время И отец Федор Один из Таких Людей Он построил Храм И выпустил Из него Целую Плеяду Священников И иноков В нашем Храме Много Было Молодежи Которые Стали Священниками Девушек Которые Стали Матушками Женами Священников Несколько Человек Ушли В монастыри Так что В этом Смысле Опыт Был Очень Интересный Но Наступил День Когда На главный Купол Храма Был Вознесен Золотой Крест И после Этого Я отбыл Валаамский Монастырь Вопрос А как созревало У вас такое Крутое решение Уйти в монастырь Наверное Были другие Варианты Ответ Да Были другие Варианты В моей Личной Жизни Но так Получилось Что по Насыщенности По Спрессованности Событий Накануне Моего 23-летия Когда я Ушел В монастырь Я прошел Путь Который Другие Проходят К 40 Годам Видимо Так Было угодно Богу Так Сложилось И это И неплохо И нехорошо Поэтому Для меня Лично Видимо Это был Ответ И путь По крайней мере Я никогда Не пожалел О выбранном Пути К сожалению Я не могу Говорить всех Подробностей Потому что Нужно говорить Или все Или ничего Вот И если я Начну Рассказывать Неполно Это будет Хуже Так что Я думаю Когда-то Со временем Я Подробнее Расскажу Это Непростая И сложная Интересная Наверное И может быть Надеюсь Поучительная История Как у меня Это все Происходило Но отчасти Я это Ислагаю В своих Книгах И Жанр Художественной Прозы Как вот В частности Моя книга Начальник Тишины Она позволяет С помощью Она позволяет С помощью Рассказа О Твоих Литературных Героях О лирических Героях Говорить О себе Но поскольку Как Так сказать Я неубеленный Сединами Старец Я не считаю Возможным Определиться Просто своим Жизненным Путем Как итоговым Уже Я сам В процессе Пути В движении Но Рассказывать О своих героях В стихах Тоже Можно раскрыть Душу Так что Если это Действительно Кому-то Интересно То я Приглашаю Ознакомиться Своими Литературными Произведениями Где Можно Черты И эпизоды Из моей жизни В том числе И приходи В монашество Прочитать И Подчерпнуть И понять Да Отец Схимонахом Рафаилом Берестовым Тогда он Еще Может быть Не был Ира Схимонахом Он был Просто Иродиакон Вот Он только Прибыл Еще Там И ваши Пути Пересеклись На Наверное Всю Оставшуюся Жизнь Вот Расскажите Еще Об этом Как Вы Встретились Почему Ведь Там Много Таких Потенциальных Духовников Ну Почему Вы К нему Тут Прилепились И Что Повлияло На Это Интересно Да Валаам Это Тоже Отдельная Страница Ныне По Которой Валаам Это Тоже Отдельная Страница Истории Русской Церкви Современной Северный Афон Северный Афон Когда Я туда Прибыл В 92 Году И Пробыл Там Три Года До 95 Года То Это Было Другое Время Чем Сейчас Конечно А Почему В качестве Такого Пристанища Монашеского Мог Быть И Новый Афон И Псково-Печерский Монастырь И Какой Другой Угодно И Причем Именно Валаам Хотелось Где Труднее Хотелось Где Нужно Кирпичи Таскать Где Нужно Что-то Восстанавливать Где Еще Ничего Нет Где Неналаженная Жизнь Ну Валаам Как-то Было Поплиже Потом Действительно Вы Так Скажите Угадали Здесь Тонкость Все Не Просто Так Конечно Однажды Я Плавал Еще Светским Юношей На Корабле Прогулочный Такой Тур Экскурсионный Который В течение Недели Из Москвы Санкт-Петербург И Мы должны были Заходить На Валаам Мы не Зашли На Валаам А перед этим Говорили Что Вот мы Должны Будем Зайти Это Монастырь Меня Это Привлекло В силу Моих Исканий Духовных И вдруг Мы туда Не заходим Меня Это Очень Как-то Заинтриговало Так Поразило Почему Мы туда Не зашли И Валаам Меня Как-то Тоже Как Человеку Не чуждому Поэзии Литературы Я Конечно Слышу Слова Буквы И Мне Само Созвучие Все Что Связано С Ладогой Карелии Валаама Мне Так Кажется Очень Таким Мягким Волнистым Каким Теплым Всегда Это Грело Поэтому Валаам Как-то Отозвался В душе И Ну Конечно Тоже Об этом Никогда Не Пожалел Время Было Интересное Я Приехал Когда То За Столом Покрытым Примерно Такой Клеенкой Клеенчатой Скатертью Умещалась Примерно Таким Столом Все Братья Умещалась Наверное Было Человек Десять Только И Из них Не все В черные Одеты Еще Были Но Постепенно Быстро Довольно Увеличилось Особенно Конечно Трудники Прибывали Паломники Которые Потом Становились Тоже Вступали В братью Еще не было скитов По островам Скитов Действующих Тогда не было Конечно Ни одного Когда я пришел Через некоторое время Первый Всехсвятский Белый скит Открыли Я не из первых Отцов Не из первых Насильников Валаама Нужно было бы Я думаю Эта работа Будет сделана Их уже Начинать записывать С ними Беседовать Они расскажут Много Интересных Историй Но Отца Рафаила Тогда еще На острове Тоже не было Давайте покажем Фотографию Где вы стоите Это Валаам 1994 Год Мы На скиту Всесвятском После Пасхи Отец Рафаил Уже В схеме В то время Из-за Бурных Событий На Кавказе Которые И сейчас Не утихают По сей день В Абхазии Пустоножителям Нашим Тяжело Пришлось Там И они Вынуждены Были Из Абхазии Уезжать Русские Пустоножители В их числе И отец Рафаил Таким образом Он и еще Несколько Пустоножителей Оказались На Кавказе Оказались На Валааме И Огромнейшее Влияние Произвели На Валаам На Ту монашескую Молодежь В числе Которой Я тогда Там был Потому что Это был Образ Пустыни Это был Шагнувший К тебе Из древних Потериков Реальный Опыт Пустоножительства Вот Мне теперь Понятно Что Послужил Ваш Такой Притягательной Силой Это Практик Пустоножительства Пустоножительства Иисусова Молитва Исихазм И не в теории А вот В реальных Людях Он был Единственным Таким Носителем Этого Опыта Тогда Или Не единственным Среди Валаамской Братья Он редким Является Носителем И тогда И сейчас Ну для Афона Это может быть Более типично А для наших Российских Монастырей Конечно Это редкий Опыт Это Человек Вот Отец Рафаил Который Всю жизнь Всего себя Посвящил Именно Деланию Иисусовой Молитвы Исихазму Тому Пути На котором Происходит Обожение Просветление И освещение Человека Но путь Этот Не прямой А он Скорее Как у Канатоходца Идущего Над пропастью Здесь возможно Падение Возможно Оступиться И тогда Уже На этом пути Возможно И впадение В прелести Беснование Все что угодно У нас На Валааме Как раз Случилась Подобная Троедия С одним Из пустын Жителей Который Пришел Тогда С отцом Рафаилом Я не буду Его упоминать Но он Многие годы Многие десятилетия Подвязался Кавказской пустыне В делании Иисусовой молитвы И потом С ним случилась Духовная трагедия На Валааме Так что А в результате Чего Он слишком Бесконтрольно Это все делал Со стороны Своего Духовника Или Слишком В прелесть Какой-то Впал Ну Как отец Рафаил Сам говорит Конечно Кавказская пустын Духовная трагедия И все Стали Ревновать О молитве Вообще Это не только Касается Царь Рафаила Тецы Которые Тогда были На Валааме Они тоже Завели Первоначально Строгий устав Которого Насколько я знаю Сейчас нету Пытаясь Возродить Устав Дореволюционный В его Буквальном Воплощении Подъем Тогда У нас Был В пол Третьего Ночи И в Три часа Вот Начинался Моливен Преподобным Сергий Герман Валаамским И дальше Шла Утрення Литургия А На все Ночные В субботу Я как раз Прибыл На Валаам Под праздник Под вознесение Господня Была всеночная Вот на всеночную Уже подъем Был В час ночи И была Натуральная всеночная Всю ночь Как вот Это и положено Так что Устав А отцов Было мало Они трудились И в просворне И на кухне И на дворе И Молодежь Стала Первая Относительно молодежь До 30 И больше Но Конечно Люди И оставили Там свое здоровье И Действительно Вот этот подвиг Он С таким Определенным Надломом Конечно Был Но я верю В то Что Господь Эти труды Все эти Не оставит Постепенно Это выровнялось Тут устав Сейчас Обычные Монашеские Традиционные Которые там Есть Конечно Потому что На том Подъеме Как вот Вначале Пытались Планку Поднять Это трудно Было нести Нужно Нужно Свои силы Соизмерять Адекватно Лодка План Скользит По волна Уже близко Родной Валаам Отчего Жито Ксет Защемит Когда Вижу Прибрежный Гранит Будет Сниться Поверьте И вам Дивный Остров Святой Валаам Святой Валаам По волну По житейским Вална Уплывает В туман Валаам Я прощаюсь Мой остров С тобой Но Во снах Ты Останешься Мой Радость Я позабыл Где-то там В твоих Дебрях Седой Валаам Седой Валаам Ты Храни Мою радость Храни Пусть лампы не угаснут Погори Чтоб Гранитные Скалы Твои Видел я Из далекой Земли Неужели Не свидет Сана Остров Мил Святой Валаам Святой Валаам Ну вот Отец Рафаил Почему Именно Он Для меня Он Тогда Был Еще Иродиаконом И Приехав На Валаам Поселился Одно Время Он Жил В центральной Усадьбе С другими Отцами У меня случилось Сложное У меня случился Сейчас Как сказать У меня был Очень тяжелый Эпизод Такой Духовной Жизни В определенный Момент Когда мне Нужна была Помощь Старшего Собрата Духовника Мне нужно было Открыть кому-то Свою душу И поделиться И услышать Какой-то ответ Необычное Такое Было У меня Состояние И обстоятельства И я Помолившись Решил Чтобы не быть Никому Пристрастным Ну а царь Рафаила Я только видел И немножко Беседовал Слушал Вот его Рассказы Но Не был еще Его духовным Сыном Я принял Такое решение Прийти К подъезду Где жили Эрмонахи Там жил И отец Рафаил Радиаконы И Вот с кем Я первым Встречусь Тому И открыться Это был Атец Рафаил Он вышел Да Я У них там Звоночек был Я позвонил И именно Он мне открыл Не в его дверь А общая дверь Входа на этаж Именно он мне Открыл 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 вам По сути говоря Образно Дверь Куда-то Дальше Да И мы пошли В келью И началось Все сразу В полном объеме Духовная работа Может быть С этого началась Ваша настоящая Духовная жизнь Наверное Практика Наверное Да Он Уже буквально Через Десять минут Разговора Мы вместе с ним Клали поклоны Молились То есть Он это делал Вместе со мной За меня Ради меня И помогая мне Решить мою Вот ту проблему Вот И тогда же Он мне благословил И четки Которые я С собой Храню Как святыню Не всегда Я их конечно Ношу с собой Но храню их Именно вот те четки Благословленные Так что Да Он тогда еще был Иродьяконом Но Он уже имел Одного Духовного Сына Когда Еще на Кавказе Он был И Было Пострижение Одного Из монаша Стоящих В мантию То отцу Рафаилу Вручили Как Для наставления Духовного Уже одного Человека Который потом Тоже на Валам Прибыл И монахом Стал Так что Отец Рафаил Уже имел На это благословение Но еще Было ради Аконом Через некоторое время Его руку положили В романахи А потом Постригли И в схему Постригали Нас Одним Великим Постом Только его В великую схему А меня В иночество Подрясник На меня одевал Отец Андроник Который был До отца Панкратии Игуменного Лаванского Монастыря Внук Павла Флоренского Ныне Подвязающийся В Труице Сергею Лавре Преподаватель А вскоре Пришел Отец Панкратии Ныне Епископ Панкратии Который до сегодня Остается Он уже Постригал И меня И отца Рафаила В разной Степени И тогда В иночестве Я был Вручен Отцу Рафаилу Он мне был Как Духовный Наставник И путеводитель Вручен Это тоже была Милость Божия Потому что Отец Рафаил Смотрел На все С очень Честным И свежим Взглядом Каким он И продолжает Смотреть В нем Конечно Есть и Мудрость Есть и Евангельская Детскость Простота Но Честность И искренность Многое Определяют И поэтому Отец Рафаил Не боялся Тогда Говорить О Зарубежной Церкви Он не боялся Говорить О своем Почитании Мыслителей Святителей Зарубежной Церкви Представителей Зарубежной Церкви Вообще О позиции Зарубежной Церкви Которую он Полностью Разделял И Когда Был в горах Кавказа То символично Свою пустынку Назвал Пустынкой Отца Серафим Роза Уже Почившим К тому Времени И вот Здесь Его Смелый Незашоренный Такой Взгляд Он Конечно Определил Для его Духовных Чад Тоже Путь Здесь Как бы Два Крыла Которым Он Нас Учил Это Молитва Иссихазм И стремление К церковной Истине Стояние В ней Это Определило Впоследствии Конечно Мой Путь В русское Церковное Зарубежье На Что я Имел Его Благословение А благословение Священного Начали В то Время На Это Я Иметь Естественно Другого Священного Начали Кроме Таких Редких Духовно Смелых Людей Как Отец Рафаил Получить Было Нельзя Тогда Естественно